Меня зовут Светлана Хилько. Я представляю компанию Groupon. Очень рада быть на конференции здесь, в Минске. Всех вас видеть. Прекрасно провела эти три дня. Жалко, что все заканчивается так быстро для меня. Первый баг, который вы можете обнаружить, случился с моим именем. Вначале он случился, когда я уезжала жить в США. Моя белорусская транслитерация очень удивляет всех там до сих пор. Теперь он случается здесь, когда организаторы пытаются перевести мое имя с латиницы назад. И, в общем, надеюсь, это не испортит вообще какое-то впечатление от презентации. Немножечко обо мне пару слов. Как я уже сказала, я работаю сейчас в компании Groupon, занимаюсь мобильным тестированием iOS и Android приложений. Это единственное приложение, которое мы поддерживаем на мобильных девайсах. До этого работала в Skype тоже на мобильных, в основном на Android. И живу с семьей, люблю путешествовать. Тема моего доклада – рецепт еды для кошек. И первый вопрос, который мне задавали организаторы конференции, почему еда для кошек, что это такое и как все это объяснить. Все вы, конечно же, слышали о бета-тестировании. Бета-тестирование – это, напомню, короткое и интенсивное использование продукта перед релизом, для того, чтобы выявить наибольшее количество багов, ошибок в приложении, и чтобы их успешно починить. И эта версия с багами не вышла на продакшн. У нас в Кремниевой долине очень распространен такой сленговый термин «dog food». В переводе означает «собачья еда». Это то же самое абсолютно, чтобы это тестирование. Ну вот так сложилось, есть разные версии происхождения самого термина. Одна из них мне наиболее симпатична. По этой версии ваш продукт сравнивают с куском мяса, который практически готов, и вы его выбрасываете голодной стае собак, которая его разрывает и рассказывает вам, как там все плохо и совсем все не работает. Собственно, почему cat food? Это то же самое, что dog food, то же самое, чтобы это тестирование. Но, как вы видите, у меня на майке и вот на слайде символом нашей компании является вот такой котик. Поэтому мы решили немножко модифицировать название, и наше бета-тестирование называется cat food. Вот так выглядит мобильная иконка приложения Groupon Cat Food Pre-Production. И, собственно, все сотрудники у нас вместо основной версии продукта используют вот это приложение. Коротко напомню о целях бета-тестирования. Это получить обратную связь от ваших пользователей до релиза, уменьшить количество багов на продакшн, уменьшить количество патчей, потому что баги и патчи там стоят очень дорого, особенно в мобильном тестировании. И мы совсем не гарантированы, что даже выпустив версию по фиксенным багам, все наши пользователи ее установят. То есть кто-то может не обновить приложение, и этот баг может очень долго находиться. Плюс все вы знаете о процессе ревью, для андроида он довольно быстрый, для айфона он может занимать до недели до выхода вашего приложения на рынок. И, конечно же, особенно в какие-то критические моменты, вот сейчас у нас там Black Friday, какой-то holiday season, мы стараемся практически ничего не менять, чтобы не вносить новые баги. Также, конечно же, CutFood позволяет нам получать обратную связь и быть более гибкими в плане изменения нашего приложения, улучшения его, потому что все вы знаете, когда девелопер пишет код, бизнес разрабатывает какие-то идеи, тестировщики тестируют, мы постоянно пользуемся этим приложением, и глаз у нас немножко замыливается, не всегда мы можем объективно и адекватно оценить, хорошо ли это получилось, просто потому что мы привыкли им пользоваться в таком виде, в каком он есть. И, конечно же, это облегчает жизнь QA-отдела, то есть мы немножко, наш отдел немножко делит ответственность со всеми сотрудниками компании, которые тоже ищут баги и помогают нам выпустить действительно хороший продукт на рынок. И также позволяет нам строить компанию, где каждый вовлечен и каждый чувствует себя причастным к тому, что мы создаем не только на совещаниях, не только в процессе личного общения, но и вот через такое интерактивное взаимодействие. Возможно, даже фидбэк, который кто-то постесняется сказать, хотя у нас редко такое, обычно люди говорят правду, но он может его отправить онлайн. Ингредиенты. Ингредиенты – это составная часть продукта, и я буду рассказывать о том, какие они у нас в компании, вы можете для своих компаний и для нужд, которые есть у вас, все это модифицировать и улучшать. Три основных ингредиента – это сами бета-тестировщики, платформа, на которой можно проводить бета-тестирование, и дополнительные инструменты. Собственно, основных два – это тестировщики и платформа, а дополнительные инструменты вы можете включать, можете не включать. Первый ингредиент – сами бета-тестировщики. Для начала, для того, чтобы начать бета-тестирование, нужно определиться, каким образом вы будете его строить. Будет это внутри организации, как у нас, тестируют только свои сотрудники, либо это будет какая-то внешняя группа людей, которые не против загружать ваше приложение с какими-то апдейтами до того, как оно еще выйдет. Также ваши бета-тестировщики должны быть заинтересованы в том, чтобы тестировать, и вы должны с ним поддерживать какую-то постоянную связь, и ваше приложение должно выходить циклично, чтобы не было каких-то серьезных пробелов, когда вы куда-то пропадаете, иначе тестировщики даже хорошие могут разбежаться. Дальше – это постоянная коммуникация. Можно вести блог, можно делать какие-то email-рассылки. Обязательно нужно отвечать на отзывы, которые вы получаете от пользователей, и предоставлять отчеты о результатах. Это может быть в любой форме. Опять же, на каких-то квартальных отчетах у нас обязательно это делается, на более узких совещаниях. И мотивация, конечно, имеет большое значение. То, что доступно вашей компании, можете предоставлять бонусы, скидки, устраивать доски почета, хвалить людей всячески за то, что они участвуют. И любые-любые доступные для вас призы, подарки, использовать все, что вам будет удобно. Допустим, вы подобрали тестировщиков, у вас есть такая группа людей. Бета-тестирование внутреннее очень хорошо подходит для крупных организаций, и для организаций, в которых продукт, в принципе, может использоваться своими же сотрудниками. Дальше речь пойдет о выборе платформы. Платформа должна подходить вашему продукту. В первую очередь, это веб-тестирование, это мобильное тестирование. Сейчас довольно много на рынке представлено. Нужно просто изучить вопрос, посмотреть их все и решить, что именно для вас будет полезно. Также платформа должна быть легко интегрируемой, как с технической стороны, чтобы вам не пришлось переделывать уже ваш существующий продукт, и с юридической стороны, чтобы не было никаких последствий, препятствий, чтобы не было никаких вопросов с App Store, чтобы не было никаких вопросов с Google, потому что все-таки это мобильное приложение, и не всегда они любят, чтобы вы что-то вовне на рынок выпускали без ведома. И также платформа, которую вы выберете, должна быть совместима с тем, с какими-то инструментами уже существующими в вашей организации, либо с инструментами, которые вы планируете внедрить в будущем. Вообще, конечно, чем гибче платформа, тем для вас будет лучше. Вы в любой момент можете что-то менять, и вообще требование основное к платформе, она не должна вас напрягать ничем, она должна облегчать вашу жизнь. Почему мы выбрали для себя платформу TestFairy? Ну, во-первых, это платформа, которая специализируется на мобильном тестировании и поддерживает все существующие нынче мобильные платформы на рынке. Также эта платформа дает запись видео в реальном времени, и вы можете посмотреть, что ваши пользователи делают с вашим приложением в настоящий момент. Эта платформа очень легка в использовании как бета-тестировщиками самими, от них вообще ничего не требуется, только на первоначальном этапе мы даем инструкцию, как установить и загрузить приложение на девайсы. И для аналитиков тоже очень удобно смотреть информацию, анализировать ее и интегрировать с вашими с Jirate, с TestTrail, со всем, чем вы пользуетесь. Логи также собираются в реальном времени. Это очень помогает, когда случается краш, и приложение после краша не работает вообще, то есть его невозможно запустить. Это бывает редко, но некоторые платформы в этом случае просто не могут вам отправить ничего. Крашлитикс пишет все логи в реальном времени, и вы можете их просмотреть, даже если ваше приложение, как говорится, и не ожило совсем. Есть очень удобные метрики производительности, памяти, расхода батареи и прочего. Есть хитмапс, так называемые. Если вы не ведете внутренний мониторинг того, как юзеры пользуются вашим приложением, на какие кнопки они нажимают, то TestFairy позволяет вам увидеть наиболее используемые компоненты приложения и сделать вывод вообще, в какую сторону двигаться и что дальше разрабатывать. Также это очень легкая интеграция, как я уже говорила. Для Android интеграция не нужна вообще, вы просто заходите на TestFairy.com, загружаете туда свой билд из Continuous Integration и его используете. Для iOS небольшие изменения в код нужно внести, но тоже они минимальны и совершенно не должны никому навредить. Нам очень также нравится, что TestFairy — это молодая команда, всего лишь 6 человек делают эту платформу. Они очень гибкие, общительные, работают под клиента, вносят постоянно какие-то изменения, растут и развиваются. И это бесплатно. То есть вы можете пользоваться версией. Есть, конечно, там и платный вариант, если нужны вам какие-то дополнительные функции, но весь базовый функционал будет доступен для вас совершенно бесплатно. Сейчас я хочу показать небольшое видео о том, как проходит процесс установки и обновления отправки отзыва. Все довольно просто. Установку пользователь наш делает только... Ага, ну, значит, не покажу я, наверное. У меня, наверное, есть на флешке записанное видео. Но тогда я расскажу просто, как это происходит. Ну, ясно, да, тут не заработает это уже 100%. Значит, мы рассылаем довольно красочные имейлы, в которых присутствует список фич, которые мы хотим выпустить на продакшн в этом релизе. Также там присутствуют ссылки на скачивание и подробные инструкции, как установить приложение. А если я могу свой Mac подключить и видео показать? Нет? Хорошо. И после того, как пользователь однократно делает эту процедуру по установке приложения на свой девайс, ему не нужно уже никакой больше магии. В следующий раз, когда у нас выходит обновление, он получает просто аллер, такой поп-ап, на котором он может принять эти обновления, загрузить новые, либо остаться на предыдущей версии продукта. Ну, конечно, всех мы призываем обновлять приложение. Чтобы отправить отзыв, пользователю достаточно просто потрясти девайс. Тоже появляется специальное окошко, в котором записаны скриншоты, записаны видео сессии, и он может отправить свой фидбэк. Дальше, после того, как фидбэк отправлен, он попадает в Тестферри. Тестферри нам предоставляет общие данные по вашим продуктам, всем имеющимся, для каких платформ, какие версии были загружены, количество пользователей, которых загрузили, регионы на карте, в которых ваше приложение было загружено и использовалось, количество отправленных отзывов, краши, устройства и активные пользователи в настоящий момент. Также Тестферри предоставляет данные в отдельности по каждой сессии. Это какая-то личная информация пользователя для связи, видеозапись сессии, лог-файлы, как мы уже говорили, линия времени с указанием активного в настоящий момент компонента приложения и очень удобная линия времени с указанием производительности приложения в определенный момент. То есть, например, вы видите, что у вас какой-то был всплеск сильный использования памяти, и вы можете видеть и на видео, что делал юзер в этот момент, и у вас есть специальная линия, на которой показано, до каких пределов достигли эти цифры. Ну и, как я уже говорила, скриншоты. Дополнительные инструменты. Чем мы еще пользуемся, кроме, собственно, самого Тестферри? Конечно, это все интегрировано в Jira. Сейчас у нас написан скрипт, который на каждый отзыв из Тестферри автоматически заводит Jira ticket. Раньше у нас это все делалось вручную, сейчас мы делаем автоматически. Команда поддержки присваивает компонент каждому тикету в течение суток, и QA, который над этим компонентом работает, он принимает окончательные решения. Также интегрировано с Crashlytics, где мы можем смотреть общее состояние нашего CutFood билда и находить какие-то краши, которые юзеры нам не зарепортили, и видеть состояние вообще в целом, готово к продакшену или нет. И мы используем Splunk еще активно для таких багов, как серверные ошибки, где мы можем просто, имея имейл юзера, сделать запрос и увидеть в конкретную дату, какая произошла ошибка и какой именно backend-сервис ему не ответил. И приоритизация багов. Если мы видим, что-то на экране случилось, но не знаем, чинить нам или не чинить, мы тоже можем посмотреть в Splunk, как часто вообще юзеры у нас видят этот экран. Если там это небольшое количество пользователей в день, то, возможно, нам и не стоит это чинить, и мы можем идти в релиз. Спасибо, у меня все. Прошу прощения, что видео не сработало. Но если кто-то захочет посмотреть видео, у меня есть, можно после сессии подойти, отдельно покажу. Пожалуйста, да. Вы сказали, что в это тестирование и вот этот IPR on the food – это одно и то же. Но одно – это про внутренних сотрудников, другое – про какой-то срез от всех пользователей. Не было ли… Ай, первый вопрос. На ком у вас это проводится? Нам нет внешних или на внутренних? У нас на внутренних, у нас организация… Тогда еще следующий вопрос в том, считаете ли вы внутренних сотрудников репрезентативными? Потому что, например, у нас это гики, а там, я не знаю, от 100% пользователей гиков 5%. И внутренний пользователь дает совсем не тот спектр, который можно получить от внешних. Ну, вы правильно говорите, что, конечно, внутренние сотрудники, они, наверное, больше знакомы с приложением, но у нас организация довольно большая. Там есть и суппорт, там есть и сейлс-менеджеры, там есть и сотрудники совершенно не технические, которые, в принципе, пользуются приложением каждый день для своих нужд. И что мы сделали? Мы заменили вот это продакшн-приложение на бета-версию, которой они пользуются точно так же, как они пользовались в предыдущей. Но в целом я согласна, что да, конечно, продакшн, и все равно у нас случаются какие-то баги и срывы, которые мы во время CutFood не нашли. От этого мы на 100% не можем застраховаться. Но такое внутреннее бета-тестирование нам помогает. Эта практика очень сильно распространена сейчас в долине, и некоторые компании, например, в Facebook, они полностью убрали отделы тестирования. Как бы это грустно не звучало, но у них специфический продукт, там должны быть определенные условия, хорошее покрытие автотестами, там девелоперы пишут автотесты, юнит-тесты, должен быть продукт, которым пользуется большая организация. Они нанимают тестировщиков, но для таких разовых проектов на фулл-тайме у них нет никого. То есть в виртуальную реальность там они с тестировщиками еще пока тестируют, но в целом такое бета-тестирование у нас очень сейчас популярно. А менеджеры не используют это? Ты нерепрезентативен, поэтому мы это фиксить не будем. Что вы имеете в виду нерепрезентативен? Ну, там, говоришь, что вот это вот неудобно, пользователь говорит. Меджер говорит, нет, там, 95% остальных пользователей это устраивает. Да, конечно, то есть не каждый баг и не каждый фидбэк мы будем ремонтировать. Есть, ну, какие-то идеи, которые рассматривают в основном проект-менеджеры. Мы со стороны QA занимаемся все-таки багами. Если это импровмент или это какой-то, как даже таск иногда создается, то чаще всего это смотрит продукт-менеджер, это смотрит инжиниринг-менеджер и принимается решение. Этот тикет все равно будет создан в джире, но его судьба может быть разной. Он может попасть в бэклог, потом мы его уберем, мы можем когда-то это починить, но это все равно дает такую пищу для размышлений, даже то, что мы не ремонтируем. А на что у вас все это работает? Может, мы внедрили полтора года назад бэд-тестирование. Вначале мы начали только в США, сейчас у нас и Румыния, у нас большой офис в Румынии, в Индии, в России. Здравствуйте, пожалуйста. Одной из проблем в бэд-тестировании является большое количество потом хаотичного фидбэка, который нужно разбирать и тратить большое время на это. Выставляете ли вы какие-то требования, шаблоны по том, в какой форме должен приходить фидбэк? Нет, у нас шаблонов нет. Это свободная форма, в которой указывается имейл пользователя, и он в произвольной, так как ему удобнее, описывает проблему. Но мы можем через жиротикет общаться с пользователями. То есть, если нам что-то непонятно, мы смотрим и баг. Иногда бывает просто вот потрясли девайс и отправили, и мы можем посмотреть в этой сфере сессию, что было на видео. Если там очевиден баг, то, конечно, мы можем с ним дальше работать. Если мы никак не можем работать, мы спрашиваем пользователя о дополнительной информации. Если он ее не предоставляет, мы просто тикет в конечном итоге закрываем. Но общаться стараемся с каждым пользователем. И вот вы упомянули еще в видео, у каждого пользователя он записывается и отсылается на сфере. Да. И даже не только отсылается, вы можете вот в реальном времени зайти на тест-фере и посмотреть, что он сейчас делает. Тратика много есть? Ну, прилично. Но мы не записываем. Это тоже вы можете там гибкие настройки. Вы можете настраивать, хотите вы записывать видео всегда или только когда пользователь на Wi-Fi. У нас на Wi-Fi записывают. Спасибо. Пожалуйста. К сожалению, время закончилось уже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.